Партнеры программы. Магазин мужской одежды и канцлер. Сеть цифровых супермаркетов «Снежный барс». На первом альтернативном новости в студии Наталья Домбаева. Здравствуйте! Сегодня, как обычно, мы подготовили для вас все самое интересное. И вот главная тема выпуска. Тушите свет. Счета за электроэнергию продолжают расти вместе с аппетитами энергетиков. Как избежать коммунального гнета? Как прожить без пенсии? Жительницы Улан-Удэ из-за долгов по кредитам оставили без средств существования. Золотые спортсмены, самбисты, занявшие первые места на чемпионате мира, вернулись на родину. 50-процентная скидка для автомобилистов Бурятии. С 1 января 2016 года в силу вступает новый закон, согласно которому водители, нарушившие ПДД, смогут заплатить в два раза меньше. Главное требование – оплатить штраф в течение 20 дней. Данное правило не будет касаться правонарушений за повторное совершенное правонарушение, а также совершенное в состоянии опьянения и отказ за прохождение освидетельствования лиц, за также употребление алкогольных наркотических веществ после дорожно-транспортного происшествия. Если же после первого правонарушения прошло более года, водитель вправе вновь воспользуется 50-процентной скидкой на уплату штрафа. Позиция по направлению неоплаченных штрафов остается прежней. То есть по истечению 10 дней, если отсутствуют сведения об оплате штрафной санкции, данные постановления будут направляться в службу судебных приставов для принудительного исполнения. А также должностное лицо будет обязано составить административный протокол в отношении лица, не оплатившего своевременно штрафную санкцию по части 1 статьи 20.25. Всего же нарушитель удается 60 дней на оплату штрафа. Добавлю, что за 10 месяцев этого года было вынесено более 400 тысяч постановлений в области дорожного движения о штрафных санкциях. Однако на сегодняшний день более 30% штрафов остаются неоплаченными. Неплательщиков накажут. В Бурятии фонд капитального ремонта уже подал иски на собственников многоквартирных домов. Заявление оказалось более 600. Пока фонду удалось выиграть только 40 из них. Однако и выигрыши других нет никаких сомнений, так как такая обязанность установлена законом. Подробности далее. Кроме того, что мы взыскиваем взносы, задолженность по взносам, мы еще и взыскиваем пене. И если были представители, которые работали в суде от фонда, то и услуги представителей. Мы на сегодняшний день направили иски в суды в отношении тех собственников, которые проживают в домах, где мы уже провели капитальный ремонт. Помимо этого всего в 2015 году планируется отремонтировать 62 дома на сумму более 115 миллионов рублей. В 2016 на очереди 250 домов. Однако внедрение этого закона заставило усомниться в его надобности немало людей. В частности, собственников новых квартир. Например, в Москве жители даже решили подать иск в Конституционный суд, так как платежи за капремонт являются обязательными, что противоречит главному закону. Однако и тут подводные камни. Специальный закон всегда имеет преимущество над общим. Здесь вот с точки зрения юридической есть очень много моментов, которые противоречат. То есть обязательность платежей, ну здрасте, да, какие-то создают какие-то фонды какие-то, да, тоже вот это с каких пирогов и так далее, и так далее. Вот эти все моменты, они, конечно, противоречат. Но так как это специальный закон, он врубается в общую законодательную базу, как топор и остается там. Все. Мы в какой стране живем? Захотят брать налоги за воздух? Будут брать. Вот и получается, что за собственность мы платим не только налоги, но и вносим деньги в фонд капремонта. При этом все в рамках закона и обязательно. Как говорится, добровольно-принудительно. И мы прекрасно понимаем, что старых и исчерпавших себя домов очень много. А денег на их ремонт нет ни у правительства, ни у жильцов. Поэтому правительство, пытаясь какие-то денежки-то сберечь, организует эти фонды. И все мы прекрасно знаем, что с этим будет. Сожрет эта инфляция, еще куда-нибудь эти деньги уйдут, и когда они начнут валиться, мы все будем бегать, как курица с отрубленными головами. Вот и все. То есть просто-напросто это поборы. Эти поборы в республике варьируются от 3,5 рублей до 6,91 за квадратный метр. В зависимости от помещения и состояния дома. Также распоряжаться деньгами, которые поступают на счет фонда, собственники не могут. Они лишь получают ремонт в порядке очереди. Однако фонд все же согласовывает с жильцами предложение по ремонту. Но существует и другая форма взносов. У каждого дома может быть свой собственный счет, куда только они перечисляют свои деньги. Когда специальный счет, здесь у собственников больше возможности распоряжаться средствами, поскольку, конечно же, больше обязанностей по организации проведения капитального ремонта. Вообще сама разница между счетом регионального оператора и специальным счетом заключается именно в организации работ. Начиная с начисления платежей и заканчивая приемкой работы. Другими словами, собственники выбирают человека, на которого оформляют счет. И этот же человек занимается работой по поискам подрядчиков, сбору денег, составлению сметы и так далее. В общем, все, чем занимается фонд. С другой же стороны, владельцы специального счета могут хоть каждый год ремонтировать свой дом. Лишь бы денег хватило. Также собственники вправе перейти на спецсчет и сейчас. Протокольно принимается решение в соответствии с требованиями законодательства. И через два года, если хотят собственники уйти со счета регионального оператора на специальный счет, тогда решение вступает в силу через два года. Но в настоящее время разработан законопроект, не строим республики, о сокращении этого срока до одного года. Скорее всего, этот проект рассмотрят на следующей сессии Хурала. Существует и обратная процедура, когда собственники переходят со спецсчета на региональный. Этот процесс занимает месяц. Но как бы то ни было, закон все же нравится не всем. Юрист Виталий Ханихоев считает, что такого рода законы убивают в нас гражданское общество. С этим можно бороться только одним образом. Я бы сказал, не знаю, прямо вот выходить на улицы и что-то там блокировать. А иначе никак. Или там своего депутата брать за горло. Я бы все-таки предпочел, чтобы брали своих депутатов за горло, потому что все остальное это уже, как говорится, призывы к свержению конституционной власти. Но мы знаем, что наши депутаты тоже нифига не работают, всего боятся. Светлана Жакунова, Вячеслав Сергеевиченко, Первая альтернативная. Добавлю, что от оплаты за капитальный ремонт освобождаются жители аварийных и ветхих домов. Не должны они платить огромные суммы и за общедомовые нужды. Однако не все об этом знают. Неосведомленности собственников зачастую пользуются ресурсоснабжающие организации. Вот и жители поселка Месокомбинат уже полгода незаконно взимают плату за ОДН энергетики. Ситуация разбиралась Светлана Семеренко. Вот уже как полгода дом по улице Анахойская 11 признан аварийным и теперь подлежит сносу. Однако компания Читай-Энергосбыт с этим явно не считается, продолжая выставлять жителям внушительные счета за ОДН. И это несмотря на то, что в доме всего 12 квартир. По 300 рублей должны платить за лампочку, которая 36 вольт всего берет-то. Это я должна, наверное, целый год платить за 300 рублей, а не за месяц. У нас всего две лампочки на 6 человек. 36-ти вольтовые. Там вообще по 2 рубля должно быть, наверное, в месяц. По нормам. А недавно на подъезде появилось вот это объявление. Организация, обслуживающая дом ООО «Южный», требует жителей установить новые электросчетчики, угрожая, что иначе плата за свет вырастет в разы. Однако все это выдумки, говорят жилищные инспекции. Доставлять людей покупать приборы учета просто незаконно. Собственникам квартир в аварийных домах начислять должны по нормативу, а не по количеству потребленной энергии. В случае Веры Михайловой сумма в квитанции не могла превышать и 20 рублей. Впрочем, в этих же пределах должен был быть счет и до того, как дом признали непригодным для жилья. Можно подать в суд и в судебном порядке оспорить расчет платы, потому что действительно та сумма, которая предъявлена женщине к расчету платы, да не только мне, но и всем остальным жителям, возможно, она превышает разумный предел, так как нет энергоемкого оборудования в данном доме, которое бы действительно потребляло такое количество электрической энергии. Чтобы энергетики сделали перерасчет, жителям дома по улице Анахойская 11 необходимо написать заявление в жилищную инспекцию. Служба вновь напомнит энергетикам о законных правилах начисления оплаты за ОДН. Специалисты ведомства советуют жителям не бороться с произволом коммунальщиков в одиночку, объединяться в советы домов и вместе идти в суд. Все интересующие вопросы можно задать по телефону, которые вы видите сейчас на экране. Светлана Семиренко, Вячеслав Сердиченко, Первая альтернативная. И в продолжение темы сегодня у нас в гостях Раиса Санжицыренова, эксперт ОНФ. Раиса Константиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня главная тема нашего выпуска – это оплата за капремонт. Нам сегодня стало известно, что фонд капитального ремонта уже подал более 600 заявлений в сторону жителей Бурятии за долги. Скажите, какова ситуация у нас на сегодняшний день в Бурятии с капитальным ремонтом? Люди все больше недовольны этим сбором. Вы часто проводите какие-то мониторинги? Да, на самом деле специалисты и эксперты ОНФ тоже проводили такой мониторинг проведения капитального ремонта на территории Республики Бурятии. Недавно, да? Да, это было примерно месяц назад. И по результатам было принято решение. В результате обследования была некоторая путаница, потому что предоставляли данные по проведению капитального ремонта, которые проводили по 185-му закону. Это было в 2008 году. Сейчас мы мониторим проведение капитального ремонта по принятому уже последнему нормативному акту, это закон о капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов, принятый в 2013 году. И согласно этому закону, собственники многоквартирных домов обязаны оплачивать взносы на капитальный ремонт пропорционально квадратным метрам. То есть норматив определяется из расчета типа домов, по разным типам домов разные будут взносы. И вот на основании этого был сформирован региональный фонд капитального ремонта, который как раз является финансовым оператором по сбору этих средств. Но надо сказать, что согласно жилищному кодексу и последней поправке в жилищный кодекс, у нас есть три способа формирования счета. То есть формирование фонда капитального ремонта в общем котлеток условно, это на счете регионального оператора. Второй способ – спецсчет на счете регионального оператора. И третий способ – специальный счет отдельно в кредитные организации, которые соответствуют требованиям жилищного кодекса. Вы как эксперт, для жителей Бурятии, какой из способов наиболее выгодный? В настоящее время, скорее всего, первый способ – это на счете регионального оператора. Это связано с тем, что собственники пока еще не осознали необходимость проведения капитального ремонта, и управлять этими средствами они пока еще не могут в силу неграмотности, неинформированности. Но те, кто более осознанно подходит к этому, они уже понимают, что самый лучший способ – это формировать фонд капитального ремонта на специальном счете. Тогда этот счет будет собирать деньги только для этого дома. То есть проведение капитального ремонта только для одного дома. Даже есть возможность формировать фонд капитального ремонта для многодомного товарища собственников жилья, то есть ТСЖ. Там тоже для каждого дома, несмотря на то, что он входит в многодомное ТСЖ, обязательно надо формировать отдельный специальный счет. То есть вот такие варианты – это будущее. Я считаю, к этому надо подходить. И тогда будут люди осознанно платить за капитальный ремонт. А сейчас, когда деньги собираются в общем котле, люди не видят результатов пока, не понимая, для чего мы собираем на общий счет. И получается, за наши деньги будут ремонтировать какой-то другой дом. Когда еще очередь дойдет до нашего дома, вот это непонятно им. Так в чем же проблема? Как вы привыкли? Первая проблема – отсутствие информированности. То есть недостаточная информированность, когда людям не поясняют. Но на самом деле пояснение идет. То есть информирование проходит, и я тоже руководитель школы грамотного потребителя. Мы проводим такие семинары бесплатные для жителей. Пожалуйста, приходите к нам. Телефон наш известен. Мы находимся на Бабушкиной чисто-национальном бизнес-инкубаторе. Кроме того, Фонд капитального ремонта тоже в свою очередь проводит информирование. Но, видимо, этого тоже еще недостаточно, потому что мы пока еще впервые, можно сказать, переходим к такой форме – формирование средств на капитальный ремонт. Но то, что деньги собирать необходимо, это уже очевидно. Потому что пока мы будем ждать деньги из бюджета на проведение капитального ремонта, как ожидают некоторые, наш дом будет постепенно разваливаться. И в конце концов он придет к состоянию аварийного. Мы же не хотим, чтобы наш дом развалился. Мы же в процессе приватизации получили бесплатное жилье и должны нести еще ответственность за это жилье. А теперь жилье у нас миллионное, мы все миллионеры. Спасибо большое, Раиса Константиновна. Напоминаю, у нас в гостях была Раиса Санжицыренова, эксперт ОНФ. А мы двигаемся далее. И о других новостях коротко. В Бурятии назначили главного федерального инспектора по республике. Им стал военный Сергей Ромахин. Новоявленный 49-летний чиновник родом из Барнаула, Алтайского края. Большую часть жизни посвятил военной службе. Награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Сергей Ромахин женат и у него двое детей. Министр культуры России забыл про Бурят. А ветераны республики, в свою очередь, обиделись на федерального чиновника. Несколько лет назад Владимир Мединский выпустил книгу о войне. И недавно ветераны Бурятии обнаружили, что министр в своей книге, перечисляя героев Великой Отечественной, забыл упомянуть Бурят. Ветераны направили письмо чиновнику, в котором перечисляют героев Советского Союза из Бурятии. И просят министра культуры публичного объяснения своей ошибки. Еще 200 миллионов на борьбу с огненной стихией. Глава Бурятии выудил у руководителя Рослесхоза кругленькую сумму на профилактику лесных пожаров республики. Накануне в Москве состояло совещание, на котором Вячеславу Наговицыну удалось договориться с Иваном Валентиком о новой методике распределения средств из федерального бюджета на профилактику пожаров. Так будет учтен класс пожарной опасности для каждого региона индивидуально. У нас он довольно высокий, поэтому денег будет выделено больше, чем обычно. Верните мою пенсию. В нашу телекомпанию обратила жительница Улан-Удэ жалобы на службу судебных приставов. В прошлом месяце взыскатели сняли со счета Татьяны Петровны полную сумму пенсии, оставив женщину без средств существования. Закон или действие госведомства смотрите в нашем следующем сюжете. На протяжении нескольких лет судебные приставы удерживают ровно половину пенсии Татьяны Петровны. Дело в том, что у женщины накопился долг перед физлицами, банками и за жилищно-коммунальные услуги в размере более 700 тысяч рублей. Так ежемесячно пенсионерка получала 4600 рублей вместо положенных 9200. Однако в октябре женщину ждал сюрприз. Решив снять положенное ей социальное пособие, она обнаружила на экране банкомата цифру 0. 12 числа я обратилась к ним заявлением, на что мне было отвечено, что в течение 30 дней мне будет дан ответ и будет принято решение. Арест карты они сняли, но пенсия моя до сегодняшнего дня не возвращена. То есть я ее не получила. В начале ноября женщина обратилась в суд с требованием вернуть ей часть пенсии, возместить моральный ущерб, а также в дальнейшем не списывать 50% от социального пособия и оставить ей прожиточный минимум. Однако суд встал на сторону взыскателей, которые в свою очередь настаивают, что их действия были вполне законными. В соответствии с изменениями в законодательстве, вступившими в силу в марте этого года, должник обязан предоставлять в службу судебных приставов сведения об имуществе и доходах, на которые невозможно обратить взыскание. К таким доходам относятся алименты, средства материнского капитала, пенсии по случаю потери кормильца и другие социально значимые выплаты. На эти пособия арест не налагается. Что касается обычной пенсии, к примеру, зарплата, судебные приставы имеют право удерживать не более 50%. Однако прежней должнику необходимо представить подтверждающие документы. Но у меня не было этого постановления. Я не знакома была с этим десятым пунктом исполнительных листов. И судья мотивировала тем, что они предприняли какие-то шаги о возврате не денег. Но на сегодняшний день пошел уже второй месяц, деньги не возвращены, в суде дело рассматривать не хотят. В данном случае, в целях исключения подобных фактов, как с нашим должником, служба судебных приставов рекомендует гражданам своевременно узнавать о наличии задолженности на сайте бангранных исполнительных производств. Татьяна Петровна намерена вернуть свою пенсию, удержанную в прошлом месяце. И в скором времени она обратится в Верховный суд для дальнейшего рассмотрения дела. Наталья Домбаева, Алдар Домбаев и Вячеслав Сердюченко. Первая альтернативная. Навестил подчиненных. Министр внутренних дел Бурятии Олег Кудинов посетил сотрудников сводово-отряда полиции Бурятии, находящихся в командировке в Дагестане. Наши земляки несут службу на блокпостах города Каспийск, помогая дагестанским стражам порядка предотвращать и раскрывать преступления. Для некоторых это уже не первая командировка. Олег Кудинов лично поприветствовал каждого бойца. А потом отправился инспектировать спальные корпуса и столовую отряда. Побывали в месте расположения, посмотрели условия быта, места отдыха. Очень достойно. Все условия необходимые созданы для нормального несения службы. От нас требуется прилежание, усердие в службе и достойное выполнение поставленных задач. Среди высоких гостей, навестивших полицейских, были также сенаторы от Бурятии Арнольд Тулоханов и член Федерального собрания от Иркутской области, некогда сам служивший в органах Вячеслав Мархаев. Чиновники также возложили цветы к мемориалу в память о сотрудниках МВД, погибших при выполнении служебного долга. Руководитель ФСБ России официально заявил, что причиной крушения самолета в Египте стал теракт. Какие ЧП произошли сегодня в Бурятии, смотрите в обзоре происшествий. Улан-Удэнца украли почти 4 миллиона рублей прямо в трамвае. 12 ноября мужчина обратился в полицейский участок с заявлением о краже. По его словам, в общественном транспорте у него украли пакет с наличностью. Ни много ни мало – 3 миллиона 800 тысяч рублей. По информации СМИ, деньги предназначались на покупку жилья. Почему мужчина столь беспечно решил ехать с такой крупной суммой на трамвае, да к тому же положил деньги в пакет, неизвестно. Ведется доследственная проверка. Скорая против трамвая. Вчера вечером в районе ЛВРЗ произошло дорожно-транспортное происшествие. Карета скорой помощи столкнулась с трамваем. Пострадавших нет, а у таблетки поврежден бампер и компот. Трамвай же практически не пострадал. По чьей вине произошла авария, установят дознание. Обокрал Евросеть. Вечером в салон сотовой связи на остановке Туя ворвался грабитель в маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги. Продавцы отдали порядка 50 тысяч рублей и несколько дорогих сотовых телефонов. В настоящее время грабитель находится на свободе. Разыскивается еще один преступник. 31 августа в дежурную часть поступило заявление от местной жительницы. В период с 27 июля по 21 августа неизвестный снял с ее утерянной банковской карты деньги – 90 тысяч рублей. Всем, кто располагает какой-либо информацией о предполагаемом преступнике, просьба сообщить по телефону 39 37 67. Золото и бронза мира на малую родину вернулись в триумфатор чемпионата мира по самбо, который проходил в Марокко. Бурятские самбисты Анна Щербакова и Баира Мактуев завоевали золотую и бронзовую медали. Сегодня на пресс-конференции спортсмены поделились впечатлениями от турнира. Впервые в истории бурятского спорта наша самбистка стала чемпионкой мира. Мужчины из Бурятии золото завоевывали не раз, а вот женщина – впервые. Анна Щербакова стала лучшей весовой категории до 64 килограммов. На пути к финалу она с легкостью одолела самбисток из Индии, Туркмении и Украины. Пока еще не ощущаю себя чемпионом мира. Чемпионат мира прошел настолько быстро, и от схватки к схватке на самом деле только разогревалось. Лишь большое чувство ответственности было в финальной встрече. Этой сопернице я проиграла на европейских играх. Так скажем, я ляпнула, что я обязательно возьму матч-реванш. И эти слова так-то сидели у меня в голове. И Анна взяла реванш, да еще какой. Она одолела соперницу из Белоруссии со счетом 7-0. Отмечу, что для самой Анны Щербаковой это первый чемпионат мира. И сразу же такой успех. По словам тренера спортсменки, некоторые даже не стали пробовать сражаться с ней. И украинку обыграли, и белоруску обыграли. И значит, это уверенно. Она только в финале выиграла со счетом 7-0. А так всех явно. То есть, если в первой схватке вообще вышли на индианку, там вообще отказались отбороться. Потому что там все сразу сдались. Просто сдались сразу. Это сперва индус за мной бегает, я понять не могу, что бегает. Значит, переводчики привели им, говорит, вот туда-сюда мы. Боимся за своего спортсмена. Все, они сдались. Многократный чемпион Европы и мира Баир Амактуев на этот раз завоевал бронзовую награду. Перед турниром ему срочно пришлось сбросить порядка 20 килограммов и перейти в другую весовую категорию. Возможно, это также отразилось на состоянии спортсмена. Но, тем не менее, Баир доволен результатом. Как смог выступил, завоевал в третье место. Доволен, скажем, результата. Можно было бы выиграть, но получилось так, что в этот раз не получилось. Сложность была в том, что еще кроме того, что вес согнать, за это медаль никто не дает, конечно. Просто Баир очень хорошо знает, особенно тренерский состав всего международного форума самбистов. И все выходящие с Баиром, кто бился, они, конечно, все тренера его знают. Как отметили тренеры, самбо развивается семимильными шагами. Всего в чемпионате на этот раз приняли участие 82 страны. И многие из них впервые громко заявили о себе. Но спортсменов из России, а в частности из Бурятии, знают и опасаются. А сражаться с ними тщательно готовятся. Алина Чертарова, Евгений Козлов. Первая. Альтернативная. В Алан-Удэ прошла очередная акция по безопасности дорожного движения. Она приурочена ко дню памяти жертв ДТП. На этот раз организаторы выбрали необычную форму – флешмоб. В нем приняли участие студенты, школьники и даже дошколята. Дорогие дети, уважаемые взрослые, сегодня немного грустная акция, потому что сегодня мы должны помнить о тех, кто, к сожалению, погиб по вине своей или чужих на дороге. Но сегодня это радостная акция, и мы хотели бы заявить именно о том, что на земле должна быть жизнь. Все участники акции получили в подарок светоотражатели. Правительство республики вручило дошкольным учреждениям Бурятии сертификаты на сумму 250 тысяч рублей. На этом у меня все. Смотрите новости АТВ также на нашем сайте байкал-дефис-атв.ру. А далее свежий выпуск спортивной передачи «Танец Орла». Для вас работала Наталья Домбаева. Всего доброго и до скорых встреч. Покупай без денег в «Снежном Барсе». Планшеты, ноутбуки, смартфоны, телевизоры в рассрочку без первого взноса. Подробности акции в «Снежном Барсе» на сайте snowbars.ru. Акции действуют 31 октября 2015 года. Партнер акции «Отеби-банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. А 4 марта 2008 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин